МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судов и подарунков. Больше за 500 детей стали гостями областной профсоюзной елки. Историк, прокурор, громадский деятель. Сегодня в Гомеле прошла науково-практичная конференция, предсвеченная 100-годью с дня народжения Иллариона Игнатенко. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Доброго порадкования территории, проблемы с эксплуатацией земельного участка, подведение инженерных коммуникаций до новых районов жилой забудовы. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел сегодня в доме Гомельского района «Прием громадян». Загученными питаниями и даденными доручениями ознайомились наши корреспонденты. В уголе Гомельский район можно лишиться в какой-то ступени прикладом о работе с насельством. Только в этом году больше 400 выездов на территорию населенных пунктов для проведения суместных приемов. Каждый день промыть телефонные линии, плюс встречи в режиме живого диалога. Як выне, колька из воротов у высшей стоячей инстанции селита скоротилась амаль на 10%. Правда, непосредственно у райвыконкам люди свертались больше часто. Але мясовые улады расценивают гэта як позитивную тенденцию. У нас увеличение к прошлому году, что не может, с одной стороны, вроде как и огорчать, а с другой стороны, наверное, это позитивный момент, когда больше обращений поступает именно в районную вертикаль. Это говорит о том, что растет доверие к руководству района, к тем вопросам, которые организовываются и выполняются на местном уровне власти. Хоть на этот раз на прием до помощника президента инспектора по Гомельской области Юрия Шулейки пришли не только из Гомельского района. Первый наведывальник – жахарка нового микрорайона «Дрозды-2» у Мазыры. Ситуация у нечем типовая для территории с новой забудовой. У домах нема воды. Проставники Рывы Канкама проблему обещают вырешить в первой половине наступного года. По великому рахунку, эту информацию можно было бы улучшить людям и на месте, но в любом случае приема Мазыранка застается задоволена. Называйте мне дату подключения. Дату подключения, но я с подрядчика перед ответом говорила, он сказал, где-нибудь апрель, он заканчет эти сети удостановленные. То есть июнь месяц начнется свободное подключение, да? Да, да. Ну, ставьте, позвоните мне потом в июне, будет у вас вода. Ну, на зиму она объективно, там нужда не нужна, но 140 мы подключим. Предприимальник Дмитрий Вагин з Ветковского района у опошний час приезжает практически на все приемы, які проводят с керавники розного узровня. У свой час и он набыл просаукцион земельный участок, документы на які были оформлены с помылками. Цеперспробуя не як вырешить эту проблему, бо користаться значной часткой территории нельга. Ситуация для предприимальника тем больше критичная, что земля набывалася для вырушивания ягод. На ватсажинцы уже набитые. У меня сейчас стоит 500 кустов готовых к высадке. То есть в среднем куст, нормальный, плодоносящий, стоит 100 рублей. Я хотел осенью высаживать, а сейчас, получается, не могу высадить. Сколько их за зиму куда-сюда пропадет, тоже неизвестно. Допустим, если прошлой зимой 70 кустов, грубо говоря, на 100 рублей, вот, пожалуйста. Могу дать совет. Поближе друг к другу с пангонтом, любой плотности. Я все так и сделаю. Но, как бы, тоже время уходит, а решений никаких нет. Мужики, решайте вопрос. Цепляйтесь за юридическую базу, которая есть, оформление того, что участок не соответствовал сегодня сформированным условиям. И решайте вопрос. За две годины на приеме у помощника президента инспектора Пагомельской в области Юрия Шулейки 11 наведовольников. Для некого важно усталявать помник на могиле деда, героя социалистичной працы. Некого клопотить в питании высокой арендной платы для развития бизнеса. Ся рода гученных просьбю так сама. Будовниство дорог у сельской мясовости и выделение земельного участка. После завершения приема Юрий Шулейка подводит выник и робит заключение. Многие пытания можно было бы вырешить ясше на мессы. Это явные недопрацовки мясовых органов улады. Мы понимаем, что есть ряд заявителей, которые ходят к всем руководителям и не решают те вопросы, потому что они давно уже не решаемы. А есть ряд вопросов, которые сегодня районы могут решить, могут информировать и могут сегодня донести до заявителя то, что необходимо, что и сегодня интересует человека, который проживает в данном районе. Олег Сентюру, Вольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Больше за 500 юных жихару региона сегодня стали гостями областной профсоюзной елки. Свято организовано в рамках новогодней и колядной республиканской акции «Профсоюзы детям», накированные на поддержку детей из интернатных установ, приемных, неполных и шмодетных семьях. Дождь, 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 Дождь. Дождь, 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 Дождь. Ну а в рамках коллективного договора каждое предприятие приобретает билеты. Это и на самую главную елку нашей страны, и в драматические театры, и во дворца, и дома культуры. Далее гостей запросили на прогляд новогодней постановки «Нереальная каска» и «Новый год у Лай Клавии» по водле пьесы Андрея Шедловского. Акция «Профсоюзы детям» – это добрая традиция, якая снуе 15 годов. Головная мыта – хапить, как мога больше детей, подарить кожному теплыню, незабывные уражения и святошный настрой. Все лето на подарунки и проведение доброчных елок у Гомельской области профсоюзы выделили 180 тысяч белорусских рублев. За здоровое поколение. Сегодня у Гомеля прошла добращинная акция для особливых детей, которые имеют порушение опорно-рухального аппарата. Инициативу «Другий год запор» реализует областная организация Республиканского громадского объединения «Белая Русь» и Гомельский медицинский центр. Все лето этот союз поширился, и до акции долучилось еще несколько спонсоров. Так что прохождение медицинского обследования перетворилось усоправдное свято за смешками, гульнями и подарунками. Звычайный поход до врача – это маукливая, чаканная своей черги под кабинетом. А этим детям диспансеризация необходима как минимум каждое полгода. Иншая справа, когда так весело с танцами и песнями, не зауважать часу и за смешкой заходить до врача, который чакает только тебе. Три врача-специалиста-невролога, врач-ортопед-травматолог, врач ультразвуковой диагностики, два врача ультразвуковой диагностики, то есть два специалиста, и врач-акушер-гинеколог, который также владеет методикой ультразвуковой диагностики, при необходимости может провести данное обследование. Все врачи откликнулись на благотворительную акцию без каких-либо вопросов и каких-то сомнений даже. На доброченный прием пришли 33 человеки. Самому маленькому – 4 годы. Так само с роду дельников акции были и молодые люди, которые с детства имеют инвалидность. Кожному продоставилась махшимость пройти у всех вызначенных специалистов. Стоит отметить, что если бы все это обследование проводилось по полной стоимости, то каждый бы заплатил не менее 140 рублей. Я желаю этим детям здоровья, я желаю здоровья их родителям. И пусть Новый год, даже несмотря на то, что у нас Новый год пока без снега и морозов, все равно станет ярким и запоминающимся событием. Скорбонку яскравых падей 2019 года обовязково пополнить гитая акция. Ее удельники с захоплением гулялись и фотографовались сказочными героями, а так само захватой проходили обследование. Раз в год мы проходим диспансеризацию в своей городской поликлинике, но не всегда бывает возможность попасть в неврологу. Поэтому такая возможность нам была очень кстати. К тому же доктор смог найти подход к ребенку и был очень коммуникабелен, и все прошло прекрасно. По завершении полного обследования удельника Макса урочили подарунки и сувениры от спонсоров доброченного проекта. Финальной кропкой стал вечерний концерт у городским центра культуры, бо як лечить организаторы акции, добрые эмоции – такий же важный ресурс у поддержания здоровья детей, как и медицинская консультация. Евгений Кухаронак, Александр Харлампо, телерадио «Компания Гомель». На Гомельшине протягивается реализация проекта, инициаторами которого выступили областная прокуратура и областная универсальная библиотека. Его мета – захование памяти об знакомитых земляках. Сегодня тут пройшла науково-практичная конференция, працвеченная 100 годзю дня народжения доктора гисторичных навук, профессора, академика Иллариона Игнатенки. Лёсом и досягнениями этого человека потекавилися наши корреспонденты. Прокуратура Гомельской области – перш за все структура правооховная. Але разом с основной задачей тут займаются яршые краезнавчая деятельность. Особливая увага – вылучению фактов, які мают дочинения до истории криминалистыки. Тот же знаменитый профессор-юрист Спасович, автор первого учебника уголовного права в Российской империи, был родом с Речицей. Хвойницкий – тоже профессор-криминалист Санкт-Петербургского университета, очень известный человек в царское время, был родом с Гомеля. Инициатива Гомельской прокуратуры на кондзаховании памяти об знакомитых земляках знайшла подтрымку у супрацовников областной универсальной библиотеки. За два опошние десяти годзи тут створена база дадзиных прадзве с половой тысячи славутостей у Гомельщины и больше як 700 яе уродженцев, які шмат зрабили для своей родимы. Сегодняшняя конференция закликана ящераз нагадать об докторе гисторичных навук, профессоре, академику или районе Игнатенко, який народзився у 1919 годзе у везцы зимамерки Лоевского района. Правда, до того, як стать знакомитым в ученым, он некальки послевоенных годов узначальвал Гомельскую городскую прокуратуру. Сучасный прокурор Гомельской в области Виктор Морозов уважливо выучил особистую справу своего коллеги. Следователем прокуратуры окончено расследование 290 уголовных дел. 238 милиция заканчивала дел. А сколько тогда в тот период было в штате прокуратуры города Гомель? Да не более 5-6 человек. Вот представьте, с какой нагрузкой. А это было конец 40-х годов. Это дела о дезертирстве, дела о бандитизме, дела об убийствах. До речи, у послевоенный час городская прокуратура знаходилася у будинку, який зараз належит Гомельской епархии. Иларион Игнатенко приходил сюда на протягу амаль трех годов. Але после закончения тогочасного педагогичного института вырошил все-таки заняться наукой. Рабочий стол у отца всегда был в рукописях, в бумаге, ручка, книги. И я могла бы ходить под боком. Он мне позволял, когда печатались его работы и диссертации, вычитывать, исправлять ошибки. Каким маме? А мама у меня филолог. Иларион Игнатенко займался доследованием истории Лютовской и Кастричницкой революции. Выучал подзеи, связанные с грамадянской войной, замежной интервенцией УБССР, а так само пытаниями будовництва национальной державы. Вычоный помер у 2003 годе. Многие белорусские историки лишатся его своим наставникам. Наша задача, конечно, продолжать эту работу. Сейчас такая возможность во многом отличается от того времени, когда он работал. Но вклад он взнес огромный. Есть даже мнение, но, как говорится, официально инфляционно. Это та глиба в исторической науке сегодня, в белорусской исторической науке, которая действительно оставила свой огромный вслед. И, как говорится, нам еще надо на него равняться. Две модульные станции обезжелезования открыли в Мазырском районе. Якосная пятная вода теперь забеспечена коля тысячами особых же хоров. На урашистом открытии побывала здымошная группа наших мазырских коллег. Вода должна быть качественной. В рамках программы «Комфортное жилье» и ее под программы «Чистая вода» у Мазыры в 2019-м ввели в строй одразу три станции обезжелезования. Первую у везцы с Крыгалу, а сейчас еще две – у Махновичах и Асауцы. За лишнее богатое железом полезкая вода сегодня отвечает всем санитарным потребованиям. В целом, процент от обеспеченности потребителей качественным пятным водоснабжением в Мазырском районе на сегодняшний день уже достиг 96,8%. Что можно сказать, что это один из лучших показателей среди всех районов Гомельской области. Первая задача – довести покажек забеспеченности якосной пятной водой до 100%. Это будет сделано в ближайшие годы. До речи, в процессе отчистки воды не применяются никакие реагенты. В основе фильтрации выкорастовываются у тым лику уникальные уластивости – кварцевого песка. Станция работает, скажем так, классическим способом удаления железа из воды. То есть происходит окисление. В результате этого невидимое глазу железо превращается в твердый осадок и легко подлежит фильтрации. Окисление происходит с добавлением кислорода, то есть без каких-либо реагентов. Урочистое открытие станции стало соправдным святом для местовых шахаров. Теперь, коли тысячи человек забеспечены якосной пятной водой, вычищенной от железа. Уже вода поступает в сеть, станция введена в эксплуатацию. Осуществляло строительство этих всех трех станций без железа и проектирование силами нашего предприятия, что позволило достичь своевременного ввода и сэкономить государственные средства. Будовничество станции без железа финансовалось как с республиканского, так и с областного бюджета. Сейчас завершены проектные работы еще по трех подобных объектах. Лидия Поттер, Юрий Горобец. Телеканал «Мазыр» специально для телерадио компании «Гомель». Огульногородский день предприемства для беспрацованных и незанятых у экономицы громадян пройдет в «Гомеле» 19-го снежня. Вакансии пропануя Куб Гарэлектротранспорт. На предприемства потребуются такие специалисты, як слесар по ремонте рукового составу, водители троллейбуса и автомобиля, машинист автомобильного крана, электромонтер, повар. На сустречу с представниками кадровой службы запрашают у всех жадающих соискальников. Так само продуглежена махчимость научения профессии водитель троллейбуса с наступным працевладкованием. Нагадаем день предприемства пройдя завтра с 10 до 11.01 по улице Пролетарской, 18. На университетской олимпиаде у «Гомеле» вызначили лепших знавцев правилов дорожного руху. За перемогу змагались больше 200 студентов в НУ, яких обрали на попереднем этапе. Турнир уклюшал две категории – экзамен сарот особных удельников и командный тур. За особистое першинство змагались 16 студентов, за командное – 7 дружин. Очень многие студенты имеют давно водительское удостоверение. Олимпиада – это как своеобразная проверка не только остаточных знаний, но и, возможно, каких-то новых. В прошлом году в Олимпиаде у нас приняло свыше 100 человек. В этом году мы уже остановили небольшой рекорд – это порядка 300 человек. Притом это были не только студенты нашего вуза, но и некоторых других. В особистом этапе удельники отказывали на питание тестов, подобного территичному испыту УДАИ. Однако у зровень Олимпиады – навод складаний. Командам так само пришлось нелегко, и они разглядали некольких реальных дорожных ситуаций. В обмерковании необходимо было дать разгорнутый, аргументованный отказ по каждой из пропонованных ситуаций. Мэтт Олимпиады – замацовать становшие стереотипы поводзеного на дороге, а так само нагадать об обовязковом выконании правилов дорожного руха. Те, которые приняли участие в ней, они укрепили свои знания, укрепили свой жизненный опыт и получили определенный заряд, повторюсь, тех знаний, которые позволят им лучше ориентироваться в жизни и на дороге. Это уже плюс. Пускай их ограниченное количество, но нам каждый человек, в день, информация для каждого человека уже важна. По выниках споборництва уперомогла четверка студентов Белдута, який представляет специальность «Организация дорожного руху». У особистым залику тройку переможцов узначалила третья курсница Катярина Соломонова, якая представляет эту же специальность. Эти и другие новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvargumil.by. На этом выпуске завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфиры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Выпила пиво, села за руль и взяла с собой в машину малолетнего ребенка. В пригороде Гомеля инспекторы остановили автомобиль, которым управляла нетрезвая мать. В прах выдыхаемого ей воздуха сотрудники обнаружили 2 промилле алкоголя. О том, что по дороге из областного центра движется автомобиль Рено, водитель которого по всем признакам изрядно принял на грудь, сообщили очевидцы. Инспекторы смогли в этом убедиться, когда засекли легковушку на трассе. Малыша женщина посадила на переднее сидение, а сама пояснила, что после распития спиртного поехала забирать друзей. Ребенка взяла с собой, его не с кем было оставить. На водителя составили протокол, а машину поместили на штрафстоянку. Спалился, когда увидел на улице патрульных. В Мозыре у молодого человека, который вызвал подозрения милиционеров, нашли в кармане 330 граммов на свая. Увидев сотрудников, парень резко изменил направление и ускорил шаг. Те решили разобраться и нагнали загадочного прохожего. В отделе при личном обыске у 23-летнего мазырянина нашли 12 полимерных пакетов с некурительным табачным изделием. Парень теперь должен будет заплатить штраф. Суд обязал с него взыскать 255 рублей. Четыре пожара произошли за сутки в Гомельской области. Повреждено три строения. Так, в Житковичах на улице Кирилла Туровского огнем была уничтожена кровля кирпичного дома. Пострадавших нет. Рассматриваемая причина пожара – нарушение правил монтажа печей и теплогенерирующих устройств. А это Ельск. Сгорела крыша деревянного жилого дома. Жертвы пострадавших также удалось избежать. Однако, в отличие от предыдущего пожара, причиной возгорания мог стать поджог. В Гомеле почти полтора месяца ищут мужчину. Гомельчанин бесследно исчез еще 7 ноября. Пропавший без вести Жуков Анатолий Алексеевич, 1967 года рождения, живет по адресу улица Огаренко, 12. 7 ноября ушел из дома и пропал. Особых примет нет. Если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите об этом по номеру телефона 102. Это вся информация на сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4. Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. На рысе взяли верх над волками. Очередной эпизод хоккейного полесского дерби проходил на территории Металлурга. Отчетное противостояние было куда более напряженным, чем предыдущая двухнедельная давность, в котором жлобенчане без вариантов переиграли гомельчан на их льду 5-2. Хозяева открыли счет на девятой минуте. Лебедев замкнул на дальние передачу Никулина. На старте третьего периода гости сумели отыграться. В большинстве скоринов материализовал в гол эффектный пас Жуковского на пятачок. До сирены счет на табло не изменился. В овертайме тоже. А в серии буллитов, точнее, были рыси. В нынешнем сезоне в очных поединках Металлурга и Гомеля паритет. По три победы у каждой команды. Команда Гомельской области выиграла чемпионат Беларуси по спортивной акробатике. Состязания проходили в Бресте. В личных соревнованиях у воспитанников Гомельской из душер номер 4 две награды в мужских парных упражнениях. Алексей Заяц и Артем Ященко поднялись на высшую ступень пьедестала почета. У Максима Маркевича и Олега Михалевича бронза. Илья Фоменков и Виктория Охотникова победили в смешанных упражнениях. В женских групповых упражнениях золото взяли Кристина Лешова, Дарья Иванютенко и Анна Кацуба. В общем, в зачете вслед за командой нашего региона на втором месте расположилась сборная Витебской области. Замкнули тройку сильнейших спортсменов из Брестского региона. Гомель вновь соберет будущих звезд современного пятиборья из Беларуси и ближнего зарубежья. Открытые республиканские соревнования по дисциплинам пятиборья, биатл и триатл пройдут 21 и 22 декабря. Дисциплина биатл включает в себя плавание и бег. Триатл, плавание, бег и стрельбу. В субботу соревновательной площадкой будет бассейн Белгута. На воскресенье – легкоатлетический манеж. В минувшем году в соревнованиях рождественские звезды приняли участие около 200 юных спортсменов из Беларуси и Украины. Главная цель турнира – популяризация современного пятиборья и отбор талантливых детей. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok